Приветствую вас, Александр! Знаете, я, если честно, немного даже затрудняюсь, как вам начать отвечать, да, потому что есть понимание того, что сейчас происходит с вами. Есть понимание того, какие процессы происходят у вас. И, напротив, нет понимания того, что вы способны сейчас и в данный момент меня услышать и понять, что вот, это правильно. То есть, вот это главное сейчас. Вы знаете, Александр, вы забыли себя. Вы забыли себя. Вы забыли о том, кто вы, вы забыли о том, какой вы, вы забыли о том, куда вы идёте, вы забыли о том, какие у вас цели в жизни, вы забыли о том, какой вы человек, какой вы мужчина. Вы обо всём этом забыли, к сожалению. И причина, по которой вы всё это забыли, она ведь крайне простая. Вы никогда особо не верили в себя и в свои силы. Вы никогда особо не жили для себя. Вы никогда особо не двигались к целям, которые были бы важными только для вас. Вы никогда в этом направлении не двигались. Как мне, как мне видится. Мне видится, что вы всё время жили и живёте для кого-то. Вы всё время действуете для кого-то. Вы зависите от кого-то. И до тех пор, пока вы не станете жить своими целями, своими желаниями, до тех пор, пока вы не увидите своих конфликтов внутренних в себе, внутри себя. Я думаю, что ваши отношения, они не будут складываться с девушками вообще. Не только вот с этой девушкой, да, а с девушкой вообще. Я рискну предположить, что со своей мамой вы либо были очень отдалённые, либо очень сильно близки. Я рискну предположить, что ваш отец, он, ну опять же, да, здесь, как мне видится, что он вас мог подавлять, а мог попустительствовать вам. Но в любом случае, ваш отец не был достаточно твёрдым. Вот, этот не был достаточно последовательным. Вот. Я бы рекомендовал вам, Александр, самостоятельно изучить тему созависимости и тему треугольника Карпмана. Я бы рекомендовал вам изучить эти два аспекта, как некий такой базис для понимания того, что происходит с вами. Также я сразу скажу, чтобы было понятно, что ультиматум это манипуляция. И ультиматум, как это не странно звучит, наверное, для вас, ультиматум, являясь сильнодействующим средством вообще, очень быстро вызывает привыкание, к сожалению. То есть, так всегда бывает. Какое-то сильно действующее средство всегда вызывает привыкание у человека. Адаптацию, иными словами. То есть, вот, значит, ну, вы были, например, в отношениях с девушкой, да? Ну, допустим. Вот, вы были в отношениях с девушкой. И вы когда-то использовали для, вот, ну, для своих, как бы, целей, да, вы использовали манипуляцию. Вот. Ну, просто, просто, вот, ну, как бы, в силу ряда причин, да? Вот. И, однажды это сработало. И вы думаете, что сработает ещё? Ну, скорее всего, вы думаете, что это будет работать ещё. Но, на самом деле, нет. На самом деле, нет. На самом деле, это будет работать по неспадающей. Потому что девушка, она чувствует, что вы таким образом пытаетесь её контролировать. Никому не нравится, а когда контролируют. Никому. И девушке не нравится вашей, ну, как бы, в том числе. Вот. Понимаете? Поэтому ваше действие, ваше действие по отношению к ней вызвало такую реакцию. Вместе с этим, вместе с этим, я бы рекомендовал вам понять ещё и тот аспект, что манипулируя человеком, вы преследуете свои цели. Именно свои цели, свои собственные цели вы преследуете. Через девушку. Она и это тоже чувствует. И ей это также не нравится. То, что вы, по сути, её используете. Дальше. Подскажите, как мне быть. Пишите вы. Да, то есть, эта позиция у вас из жертвы идёт. То есть, сами вы, как быть, не знаете, вот, просите, чтобы вам подсказали. Здесь я вам задаю вопрос, как взрослому и взрослому. Да? Как быть, чтобы что? Александр. Что вы хотите? Девушка после Нового года сказала, что ей нужна пауза, что нужно подумать. Так. Человек говорит, что хочет, ну, отдохнуть. Да? Просто человек говорит, что хочет отдохнуть. Разумно ли это? Да. Да. Адекватно ли это? Да. Имеет ли она право на это? Да. То есть, как бы, ну, может ли она отдыхать от взаимодействия с вами? Может ли она выйти из отношений с вами? Да. Может ли она выйти из отношений с вами? Так почему же вы, Александр, почему же вы не признали её выбора? По факту. По факту вы её выбор не признали. По факту вы начали оспаривать её решение. Возникает вопрос. Почему? С чем это связано? С чем это связано? С чем связано то, что вы решили оспаривать её решение? Вы говорите, что начали, значит, за ней бегать там и так далее. А почему? А почему? Почему вы начали за ней бегать-то, собственно говоря? Вы же в этом плане немного хитрый, Александр, вы же не говорите, как бы, о том, в чём дело-то, что вас простимулировало, что вас простимулировало бегать-то за ней, чего вы испугались? Понимаете? Вот. Вы же этого не, ну, вы же это не прояснили, как бы. То есть просто сказали, что начал бегать. А почему начали бегать, из-за чего, из-за чего бегать вы начали? Об этом, как бы, речи, ну, не идёт. Хотя, хотя, хотя это, в первую очередь, важная субъективная сторона вашего поведения. Да? О чём вы думали в этот момент, что вы хотели в этот момент, что вам, ну, что вам нужно было в этот момент. Дальше, объяснять, что было не так, обещать, что всё изменится и что я совершенно другой. Для чего вы это всё делали? Какие чувства вы испытывали? Что хотели, вот, ну, через данную поведенческую модель, скажем так, вот. Отдавали ли вы и отдаёте ли сейчас отсчёт в том, что вы это делали для себя, по сути? А не для неё. То есть всё это вы делали для себя, для того, чтобы вам было хорошо. Хорошо. Не для неё. То есть это вам важно, чтобы она была с вами. Это для вас важно, чтобы вы были вместе. Так, она каждый раз мне говорила, чтобы я прекратил с ней выяснение отношений, что, возможно, когда-то у нас с ней что-то будет. Ну, это классическая история, да, то есть, э-э-э-э-э. Как бы... Ну, зависимость, да, то есть, вы в ней нуждаетесь. Она, она источник для вас того, что вы получаете. Говорила, что если я хочу, чтобы у нас что-то было, я должен отпустить её, должен начать сам жить. Говорила, что хочет продолжать общаться со мной, и ей со мной интересно. Говорила, что я и важен, и чувство прошло. И что? Александр, и как вы восприняли её слова? То есть, как бы, как вы восприняли её слова? Как? Так, считали ли вы, что она права в своём высказывании? Считаете ли вы, что она говорит по делу, по существу, или напротив, вам хочется ей, значит, ну, как-то возражать, и как-то ещё? То есть, вот, ответьте себе на этот вопрос. Как вы восприняли эти две слова? Ведь, по сути, ну, дело говорит человек или нет? В течение этих трёх месяцев я звал её гулять и на некоторые мероприятия, после которых она говорила, что вечер был чудесный, но ничего более. Опять же, Александр, вопрос такой, да, для чего вы, для чего вы звали её гулять? То есть, зачем? Чтобы что вы звали её гулять? Чего вы ожидали-то взамен? Чего вы хотели-то от неё? По факту. Ведь, мне что-то подсказывает, что вы звали её гулять для того, чтобы, ну, и приглашали её на мероприятие, для того, чтобы она наконец-таки с вами в отношения вступила, верно? Ну, вот, вот, скорее всего. То есть, опять же, опять же, всё это вы делали для себя. То есть, вы для себя её приглашали, приглашали гулять. Вы для себя, там, звали её куда-то. Это всё для себя было сделано не для неё. И вы, делая это, ожидали, что она даст вам, ну, какую-то обратную связь. Вот. Даст вам то, в чём вы нуждаетесь. По сути. Только в чём? Вопрос вы не знаете, да? Вот вы говорите, что ничего более. А зачем вам нужно что-то более? Недавно я ей позвонил и сказал, что быть в таком подвешенном состоянии не могу, что либо начинается сначала, либо она меня не увидит больше никогда. Понимаете, Александр, вот нужно исследовать ваше подвешенное состояние, я бы так сказал. Вот. То есть, чем оно, это самое подвешенное состояние, для вас так мучительно? По факту. Почему для вас подвешенное состояние так мучительно? Чем оно для вас так мучительно и тяжело? Вот вы просто для себя подумайте на эту тему. Понимаете? Вот. Ответьте себе на вопрос, чем для вас так сложна? Да. Так сложно. Это состояние подвешенности. Вот. И почему, по вашему мнению, девушка должна быть за это ответственной? За то, что вам некомфортно в этом состоянии. То есть, вы как бы, понимаете, да, на девушку перенесли ответственность за свои проблемы, за свои чувства. Вот. По факту. И насколько вы это делаете часто в своей жизни? А почему вы это делаете, ну, в своей жизни? Вот. Насколько это, ну, для вас оправдано, то, что вы делаете? Вот. Вот. Ну и так далее. И так далее. Дальше. Ей, очевидно, не понравилась такая постановка вопросов, и она не ответила. Да, потому что вы пытаетесь её контролировать. Вот. Кстати, попытка контролировать — это стремление к безопасности. А безопасность — это отсутствие личных границ. Вот. То есть, можно говорить о том, что у вас есть некоторые проблемы с личными границами. Можно говорить. Можно говорить, что у вас есть некие проблемы с личными границами. Вот. И, конечно же, конечно же, это всё можно и нужно прорабатывать. То есть, всё это можно и нужно исследовать. Всё это можно и нужно смотреть, изучать и так далее. То есть, почему вы не чувствуете себя в безопасности? А почему вам обязательно нужно, грубо говоря, значит, ну, быть с девочкой там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Это важный момент. Дальше идём. Вы пишите, значит, так. Она сказала что-то на другую тему, да? То есть, она пыталась сменить тему. После я повторил вопросы и сказал, услышала ли она меня, она спросила, тебе так будет прочее. Я сказал, нет, обвинил её в таком решении. То есть, перенесли ответственность. Классическое переключение треугольника Карпмана, когда жертва переключается в преследователя, чтобы обвинить, значит, чтобы обвинить другого человека в своих проблемах. Вот. Она ничего не решила. Потому что, ну, вы поставили ультиматум, да? А она просто спросила, тебе так будет проще. То есть, как бы она ничего не решила. Вы уже обвинили в её решении. Рассад, хотя это озвучено не было. После сказал ей всё, всё она сказала пока. Ну, то есть, знаете, да? Вам действительно так было проще, вам действительно хотелось, то есть, в глубине души вы считаете, что недостойные отношения. То есть, в глубине души вы себя обесцениваете. Вы к этому пришли. Вот. Теперь не знаю, что делать. Опять же, что делать, чтобы что? Какая мысль у вас была, когда вы ставили ультиматум? Что вы себе говорили? На кого этот голос был похож? Как часто вы себе его говорите? Какие чувства вы испытывали в этот момент? Как часто вы испытываете такие чувства вообще в жизни? Я думаю, они постоянно и кажется, что это всё неправда. Что именно? Просто забыть её и прекратить всё не могу. Не можете, не хотите. Выполнить свой ультиматум не могу. Опять же, не можете, не не можете, не хотите. Это разные вещи. Поставил его на эмоциях, теперь жалею об этом. А эмоции-то откуда? От желаний. А желания что? А желания неудовлетворенные. И желания вы хотите удовлетворить через свою девушку. Самое главное, что уже не первый раз такая ситуация, когда я ставлю ультиматум. Понимаете, да? То есть, ситуация повторяется, и вы ничего с этим не делаете. То есть, это нормально, что девушка вам не верит, и нормально, что она сказала, что ей нужно паузы, потому что никому не понравится, когда ставят ультиматум. У меня только к вам вопрос. Вас не насторожилось, что ультиматум вы ставите не в первый раз? Вас не насторожилось, что это не совсем корректное поведение в отношениях? Вам не приходила в голову мысль, что именно этот момент нужно проработать? То есть, начать с себя. Не с того, что делать, чтобы девушку вернуть, а с себя. За свои проблемы. Поначалу она реагировала на это, теперь особо сильной реакции нет. А вы хотите, чтобы была сильная реакция? Для чего вы это написали? Боюсь, что она теперь не напишет и не позвонит сама никогда. Хорошо, как вы себя будете чувствовать, если она не напишет и не позвонит никогда? Что вы будете думать о себе? Вы понимаете, что это право девушки написать вам или нет? Вы понимаете, что то, что испытываете вы, это сугубо ваша личная ответственность, Александр? И пока вы с этой личной ответственностью не разберете, нормальные, здоровые отношения с нормальными, здоровыми людьми у вас строить не получится. И вы всегда будете зависимы, потому что через них вы получаете для себя то, чего вам не хватает. Прошло меньше недели, с момента разговора подскажите, что делать? Ну, тот же вопрос, что делать, чтобы что? Может я зря разорвался так или так я только подстегну её и она поджирствует потерю? Ну, то есть опять какая-то манипуляция, да, у вас получается? Звоните ей, чтобы что? Извиниться за эмоции, общаться в стандартном режиме или это покажет мою слабость? Слабость кому? Хорошо, это покажет слабость, допустим, и что? В чём негатив от слабости? Ну, будете вы слабым и что? В чём проблема? А вы считаете, что вы не проявили слабость, когда поставили ультиматум, например, Александр? Вы считаете, что это большая слабость, чем вы изменитесь перед ней? Тогда у вас какие-то странные представления о слабости, я бы сказал. Извиниться за эмоции, общаться в стандартном режиме можно, но не рассчитывайте на быстрый результат. То есть как бы не рассчитывайте, что вот после изменений, да, девочка сразу будет с вами общаться и так далее. Это очень сильно подкатило её доверие к вам и на восстановление доверия нужно время. Для этого вам нужно реально показать ей свои как бы изменения, свои перемены. А для этого нужно работать над собой. То есть иными словами, если вы не готовы реально над собой работать, то смысла извиняться перед девочкой никакого нет. Вы извините, извините, всё останется по-прежнему, вы будете требовать от неё какой-то, ну, какой-то обратной связи. Она вам этого давать не будет и в итоге будет ещё больше отдаляться, пока не встретит мужчину, с которым подчувствует себя совсем по-другому. Вот. Вот так. То есть в любом случае вам нужно работать с вашим драком одиночества, с неуверенностью в себе, с личными границами, возможно с ревностью. Я бы сказал, что с моделью мужского поведения, возможно, с ценностями нужно обязательно работать. Потому что вот то, что вы делаете, да, это, ну, как бы, ценности здоровых отношений не укладываются никак. Вот. Вот. И, наверное, самое главное это ваши потребности, то есть ваше желание, которое вы удовлетворяете вот через девушку. Потому что это вот самое-самое-самое главное, о чём вам нужно подумать. Потому что без этого, то есть если вы не будете удовлетворять свои желания самостоятельно без другого человека, то без этого вам будет очень-очень тяжело строить любые отношения. Прямо что вы всегда будете зависимы. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.